В доме какой-то праздник, который хочется вспомнить, что-то управляли отмечения? В доме все праздники прекрасные. Сейчас недавно поответили 65-летному супругу. И праздник заполнился тем, что гости все пришли, а супруга забрали в командировку. И мы отмечали без него, это было очень необычно. Но зато тосты, которые звучали, мне кажется, при самом имениннике, такие тосты бы никто не говорил. А здесь люди все раскрепотились, попылилось столько добрых, теплых, начались воспоминания, каким он был, когда он кому помог, что ему труднее давалось в жизни, каких успехов он добился. Короче, когда он прилетел обратно, я ему порекомендовала в следующий раз тоже улетать на ходе дождей. Такая дождь? Да, мы очень здорово погуляли без него. Наверное, это все-таки уже так традиция какой-то сформировалась, что юбилей все-таки празднует всегда как-то по-особенному. На самом деле все люди по-разному, но вот у меня всегда, почему-то внутри, когда говорят юбилей, возникает ощущение чего-то более важного, чем просто какое-то событие. Я вижу без ввода, ты просто что-ли-вау. Почему я такой лаконичный стиль вывезти в чате? Как-то захотелось, но вот со стилистом выбирали, в чем пойти, и вот как-то я вот думаю, давай в парчат. Вот захотелось быть в таком стиле. По-конечно, но дорого. Не обязательно дорого всегда, стильный не обязательно дорого. Спасибо. Сширь, сширь. О, да. В жизни будем, в общем-то, я уже откуда-то, так сказать. Ну, ковид-приучил никуда не надевать, что накроет. Ну, кому-нибудь большой снег. Это у меня всякой горка в мире. Вот все, что могу сказать. Ты никогда не зависела от того, какая погода за мной. Она у меня всегда внутри. И она связана с семьей, с работой. Поэтому вся погода у меня в семье, где работа. Поэтому я совершенно вся. Я жарую. Это для меня изумительное. Спасибо. Это определенный этап в жизни человека, когда он подводит итоги, оборачивается назад, ничего достиг, чего не смог. Поэтому, естественно, это нужно отмечать громко, красиво. Это делает в этом году жара. Юбилей нужно гульнуть масштабно, красиво, громко. Как мы это видели, да, два года назад был прицвет. И мне жена делала такой праздник, что до сих пор некуда отходят. Спасибо. Ну, то есть, наверное, самый жаркий образ на талет. Так, сегодня же жара. Да, мы с вами были трес-код в прошлом году. По матчевому. Скажите, а вес такой важный наряд? Вес? Да. Ну, смотрите, я недавно принимала участие в шоу «Маска». У меня было примерно такого же веса, как я сегодня. Вот тяжеловат, но мне кажется, что креатив прибыль. Ну, ну. А вы планируете переодеваться или так будет? Да, я сегодня буду переодеваться. Думаю, что 2 минуты. Хотя, как пойдет. Крубили отмечать юбилей, как это прямо супер, что это? Обязательно, конечно. Особенно круглые даты. Я считаю, что это важно. Ну, типа, это запоминается, эмоции. То, ради чего мы живем. Мне кажется, что юбилей для человека, в любом его понимании, это как можно круглая дата. То есть свадьбы, и кто-то отмечает в игрушку, кто-то отмечает в игрушку, как он окончил школу. Неважно, любая дата, она знаковая. Потому что, мне кажется, именно проживая эти эмоциональные моменты, складывается наша яркая жизнь. Если мы будем это не отмечать, а будем относиться к этому немножко как-то посредственно и двоярно, ну, подумаешь, что 5 лет, то и жизнь будет неинтересна. Поэтому я желаю, чтобы отмечать все праздники. Я тот самый человек, который ищет лишний праздник в календаре, чтобы ржд-дискуту отметить. Я думаю, что для премии это точно очень важно, потому что это говорит о том, что ей доверяют. То есть она проходит из года в год, становится ежегодной, и сегодня мы ее празднуем 5 лет. Я считаю, что это говорит о том, что ей доверяют, то, что она нравится людям, что она неудобно голосует. И для премии это очень стоит. Для жизни, я уверена. Пусть нам всегда будет 20 лет, или 8 лет. 18 дней в день, например, потому что какая-то нормальная. Пусть мы всегда будем 17 летней. Хотя, честно говоря, я абсолютно никогда, вот никогда не заморачиваюсь, потому что это все это точно. Я считаю, что возраст, он внутри нас. Вот как ты себя чувствуешь, что вот ровно так если ты выглядишь, ровно так если ты выглядишь, то, что цифра в паспорт, то, знаете, 20 лет может быть такой редкий и занудый, и как будто бы ты уже давным-давно на Пельце. А можно и в 60-х будем выводить. В данном нашем конкретном случае, мне кажется, именинник очень бодрый, совсем молодой и очень энергичный, поэтому, конечно, отмечать надо. У меня будет в следующем году такое, ну не юбилей, но типа какая-то округлая дата. Не уверена? Ну хотя, наверное, буду праздновать, не знаю, посмотрим, как будет настроение. В этом году моему папе 60 лет, вот это юбилей, но он почему-то решил особо не праздновать, вот говорит, настроения нет. Ну посмотрим, может быть, все-таки спонтанно что-нибудь придумаем. На самом деле, всегда к юбилеям особенное внимание, поэтому я всегда должен, когда круглая дата, всегда красиво, всегда праздничное, и всегда нужно быть как-то особенным, это все вперед. И нам по второму кругу там уже счеты не подойдут, все просто зашкаливает счетчик. Вы думаете, что уже подруги, просто наступают? Ну я думаю, нет, мне только начало получается, ребята такие достаточно опытные, поэтому и мне уже все-таки все в порядке. Есть куда стремиться, например, как группа «Ласка». Построение – жара. Жара во всем. Я выходила в черном, но в платье нам не до чего угарить. Почти сгорела. Почти сгорела, да. Я с этим ими была на болезни, очень нравится его песня, между нами, между нами, и я. Я была прям реально фанатка этой песни, и поэтому я с этим ими жара, и мы туда и него болеем. Это я, между нами молния, электричество, просто нахер, а-на-на-на-на-на, это ты, это я. Филипп Петрович, по-моему, попал в сырье, и не любишь. Аня. Это любовь. Это любовь. Любой. Это вы, муж. Муж. Муж обожает Филиппа, и я обожаю Филиппа. Ревновать надо когда-нибудь доверять, когда полностью доверяешь. Вот я вот теряю Ани, потому что я понимал, что со мной рядом невероятна талантливая личность, неординарная, очень красивая, очень трогательная, которая, которая сейчас что-то накломалась, что тура с Иисусской ночью, она все решила, тура с Иисусской ночью. Вода, сомнадцать говоря, тогда все произошло, творческая. А дальше, в общем-то, это все истинные участие по-настоящему. Мы просим, где-то, как на месте, все брали меня, и первое, что сажусь в машину, и там новости сообщают. Где там, Ятыш, музыка, Apple, фонтформа, первое место, первое место, хобби, хобби, хобби. Твое хобби. Но это удивительно, что за сколько за две недели Весенцовала она не расширена. Вы на первое место, на третье место? Да, то она просто превратилась, что все знают. Митри и Ольга, и налево вверх. Митри и Ольга, и налево вверх. Кажется... Кажется... Дима, Дима, Дима. Кажется...